Из общего числа обращений к Ивановскому омбудсмену в 2014 году 32,5% письма осужденных или находящихся под следствием. И еще 3% – это обращения их родственников. Подавляющее большинство жалоб касаются оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях и справительных колоний. Эта немаловажная проблема стала темой обсуждения экспертного совета приуполномоченным по правам человека. В качестве основного доклада начальник медико-санитарной части Ивановского ФСИН выступил с отчетом о работе учреждения. Нам есть что сказать о своей работе гражданскому обществу. Мы готовы вместе с вами устранять имеющиеся в практической работе объективные недостатки. Нам нечего скрывать от глаз и ушей общественности. Считаем, что уровень оказания медицинской помощи в местах лишения свободы Ивановской области достаточно высокий. Соответствует порядкам и стандартам ее оказания. Сравним с уровнем оказания медицинской помощи в гражданском здравоохранении. За прошедший год среди спецконтингента почти вдвое по сравнению с 2013 уменьшилось количество случаев смерти. Показатель первичной заболеваемости снизился на треть. В учреждении проводится целенаправленная профилактика и лечение заключенных с ВИЧ-инфекцией. Однако, несмотря на все эти положительные моменты, количество жалоб остается высоким. С особой горечью хочу сказать, что увиденные недостатки в стационаре в талицах не позволяют не сказать об этом. В первую очередь, это должно быть парентеральное введение антибактериальных препаратов. Это абсолютно контролируемый метод. У вас же преобладает таблетированное лечение. Как бы не заглядывал медицинский работник в рот и не требовал у больного высунуть язык, все равно он не хочет, так он все равно их выплюнет. Поэтому обязательно нужно внедрить методику обследования мочи на наличие антибактериальных препаратов. Тревогу вызывает и число отказчиков от лечения. А бывает и наоборот. Необходимую помощь осужденные ждут неделями. Мы видим, что устно жалоб много на то, что обращаются и долго не могут попасть на прием к врачу. С Нового года завели журнал фиксации этих обращений. Но что мы видим? В журнале день в день сегодня обращение, сегодня принял. И как под копирку, все во всех 100%. Хотя заключенные говорят об обратном. Иногда приходится ждать днями, неделями, пока примут. Пишут много, этих письменных обращений нет. Проблемы есть, но они решаемы. Итогом совета станет перечень рекомендаций для руководства медучреждений ФСИН. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.